Илита Арксплюй Продакшн представляет Это инвиз первого уровня То есть, крыса-герой Просто крыса-герой Поэтому, в первую очередь, антигерои Это те, кто могут раскрывать его невидимость Логично, верно? Один из самых лучших антигероев Это Свардар Ну, во-первых, ультимейт его Позволяет раскрывать невидимость Также, он уменьшает броню сильно И у Свардара есть баш и стан То есть, ладно, там просто мы раскрыли невидимость Да, это большой плюс Но здесь и ужаснейшее уменьшение брони Ужасные баши и стан То есть, просто Свардар раздавливает Рики, как таракана Далее, практически та же самая тема Это Баунти Хантер У него есть метка Например, вот, Баунти Хантер бегает в инвизии Где-нибудь на лайне, да И там, опа, спалился Рики То есть, Рики, например, фармит Баунти Хантер кидает метку Вот она метка И все видят Рики Или Баунти Хантер сам его убивает Или вся тима прибегает, его союзники И убивают Рики вместе При этом получает голду за это Благодаря его метке Напомню вам, что я уже говорил это видео про диффуза Рики может сбрасывать с себя метки От Свардара, от Баунти Хантера с помощью диффузов То есть, например, вот они метки у нас есть Кинули на нас метки, например Рики использует диффуза сам на себя И у него метки спадают Тоже это учтите всегда Далее идет Зевс С Зевсом здесь немного двоякая ситуация С одной стороны, Рики тоже может убивать Зевса Если он будет нападать на него первым Кидать тучку, Зевс уже ничего не сделает Тем более с диффузами Зевс ничего не сделает Он не выйдет из тучки Но! Зевс в первую очередь контрит Рики Потому что он опять же раскрывает его невидимость Во-первых, это с помощью ультимейта Давайте мы сейчас подальше С помощью ультимейта Здесь надо немного быть внимательным Смотрите, когда мы ультуем первый раз Мы просто раскрываем его невидимость Но при этом мы урон не наносим Потому что этот герой не был виден То есть он был невидим Если мы соберем рефрешер на Зевса Ультанули первый раз Второй раз Урон мы нанесли Потому что после первой ульты Мы раскрыли невидимость Рики А уже потом нанесли урон видимому юниту Также у нас есть второй скилл Который позволяет раскрывать невидимость Когда мы вот берем вторым скиллом Мы видим врага И даже в принципе в описании есть В радиусе 750 вокруг цели Ненадолго раскрывает туман войны И невидимых юнитов То есть мы видим невидимых Не благодаря пассивке А благодаря второму скиллу Вот это огромное преимущество Зевса Он палит Рики с помощью двух скиллов При этом один из них массовый Мы ультуем И мы всегда знаем Где бегает Рики по карте Далее идет Войт Тоже очень хороший герой против Рики И он тоже может палить его инви С помощью купола Ну Во-первых Войду Будет в пользу убивать Рики Рики это не просто какой-то саппорт То есть на него можно тратить купол Кроме купола у Войда Также есть и баши Это тоже опасная вещь для Рики Например Войд знает что здесь находится Рики Рики мог спалиться Там бить крипов Или например Зевсу Льтану Спалили Кого-то убили Ну не важно Пуджа убили Ну это не суть важна Прыгает Войт И ультует И дальше делает свое темное дело Само собой Там Войт уже собрал мол Например У него уже огромная скорость атаки И куча башов И он уже убивает Рики То есть все эти четыре героя Спокойно могут убивать Рики Далее Также можно контрить данного героя С помощью предметов Само собой Это Дасты Это Сентри Вар Потом Гем И Некрономика И еще раз напомню Что эффект от меток Свардара Баунти Хантера И от Дастов Можно сбрасывать с помощью Диффузов Все в принципе Еще раз говорю Лучший герой против Рики Свардар Пишите в комментариях Имя героя На которого вы хотите увидеть Антипик Поставь лайк Напиши комментарий Подпишись на канал Пишите на канал